Здравствуйте, дорогие зрители! Поскольку совсем недавно на моем канале вышло видео о дистанционном браке, то я вам расскажу и о том, как сохранить отношения на расстоянии. Сейчас отношения на расстоянии это довольно распространенная вещь. Мало того, что люди, которые уже давно знакомы, давно в паре, но они вынуждены расставаться, потому что командировки, заработки, тюрьмы, к сожалению, но такое тоже бывает, так еще и много пар знакомятся с помощью интернета. И они уже на расстоянии, еще даже до первого знакомства, до первой встречи в реальности, они уже как-никак начинают свои отношения, но на расстоянии. Список пунктов, которые помогут сохранить отношения на расстоянии. Первый пункт это обсудить границы ваших отношений. Это очень важный момент. Обсудить границы вашей пары, чтобы никто извне не вторгался в вашу пару. Ни ваши родители, ни его. Посмотрите, кстати, мое видео, как друзья-подруги влияют на ваши отношения. Чтобы вы были уверены, что ваш партнер, хоть и на расстоянии, но охраняет границы вашей пары. И наоборот, вы должны создать ему уверенность того, что вы ему верны и не разрешаете никому вторгаться в ваши отношения. Но очень важный момент – обсудить не только границы извне, но и границы внутри вашей пары. Чтобы не было перетягивания, чтобы один не давил на другого, чтобы один не контролировал другого, границы обсудить нужно и в середине самой пары. Потому что вы оба взрослые независимые личности, которые не должны создавать дискомфорт друг другу. В отношения люди вступают для того, чтобы создавать друг другу комфорт, чтобы жизнь улучшалась. Поэтому мы главное перетекаем во второй пункт – доверие и честность. На расстоянии очень важно доверять друг другу. Хоть как бы вам это сложно ни было, вы не можете контролировать и знать, что делает ваш партнер. Но тем не менее, вы должны стараться доверять. И в ответ быть честным. Не нужно ничего скрывать. Вот говорите правду. Если вы были в парке, значит вы были в парке. Если вы встречались с другом, значит вы говорите правду. Да, вы встречались с другом. И ходят от друг и противоположного вам пола. И вам кажется, что ваш партнер будет ревновать к этому другу. Нет, если вы будете честны и будете говорить правду, то это залог успеха отношений. Как ни крути, но на расстоянии можно попробовать интимную близость. Есть сейчас очень много способов и разных приспособлений, которые могут улучшить вашу интимную жизнь на расстоянии. Но вопрос это не ко мне. Есть другие каналы, которые хорошо раскрывают эту тематику. Четвертый пункт. Общее проявление чувств и внимания. Заботьтесь друг о друге. Даже на расстоянии. Мужчина может прислать цветы через доставку цветов. Мужчина может организовать помощь. Даже если они в разных городах и странах. Если женщине нужен какой-то сервис, она не может с ним справиться, отремонтировать себе компьютер, он может прислать специалистов. Есть случаи, когда мужчины, ухаживая за женщиной на расстоянии, выходят на каких-то своих знакомых через знакомых в ее городе и помогают все-таки женщине решить проблему. И наоборот. Женщина тоже может помогать мужчине. Не забываем говорить друг другу хорошие слова. Тем более на расстоянии, когда нет физического контакта, то очень важно поддерживать его вербально. Присылайте смс с добрым утром, доброй ночи. Это всегда приятно. Даже в отношениях на расстоянии могут случаться ссоры. Но очень важно на расстоянии не блокировать друг друга. Потому что интернет это единственный способ коммуникации на расстоянии. Если вы заблокируете, он не прилетит на вертолете. Он не сможет помириться, он не сможет выйти с вами на контакт. Если вы заблокируете надолго, это будет конец. Поэтому не блокируйте. Пятый пункт, очень интересный момент. Это совместная деятельность. С помощью интернета на расстоянии можно вместе смотреть кино, читать книги, слушать музыку, делать свои дела с включенной видеосвязью. Например, она готовит, он там дома убирает. Но с помощью видеосвязи они все время на линии. И с помощью этой же видеосвязи вы сможете даже гулять вместе, ходить там по парку и показывать друг другу интересные моменты. Отправляйте друг другу вещи по обычной почте. Отправляйте друг другу классические письма. Не виртуальные, а реальные, бумажные. Обменивайтесь подарками и даже просто вещами, которые носите. Чтобы вы хотя бы запах друг друга помнили. Седьмой пункт, один из самых важных. Не затягивайте с расстоянием, а планируйте. Планируйте сначала встречи. Конкретно ждите этих встреч. Знайте, что у вас тогда-то, тогда-то там на Новый год или на 8 марта состоится встреча с вашим любимым. И конкретно планируйте перейти с отношений на расстоянии в реальные отношения. Запланируйте дату, когда вы съезжаетесь, когда вы переезжаете друг к другу. И когда вы наконец-то уже переходите состояние расстояния в состояние отношения классические. Очень хочу, чтобы у вас все получилось. И многие психологи утверждают, что отношения, которые пережили расстояние, смогут пережить все. Так что не расстраивайтесь, если ваш муж на заработках, если ваша жена в командировке или если вы познакомились в интернете. Знайте, что если вы это пройдете, вы уже пройдете все. Продолжение следует...